Начала свою работу уникальная передвижная выставка изобретений и картин великого Леонардо да Винчи. Экспозиция успела объехать пол мира и прибыла к нам. Уникальные зеркальные коды да Винчи, модели вертолета, танка, велосипеда, многовековой давности увидела Екатерина Белова. Здесь вы можете увидеть первые мысли о полете, так как да Винчи является основоположником полета. Полет мысли, идеи, вдохновения великого мыслителя. Выставка пропитана духом непостижимого мастера эпохи Возрождения. Гения, в котором природа совместила одаренность художника и музыканта. И вместе с тем пытливостью любопытства настоящего ученого. Сложность была в том, что да Винчи писал необычным образом. Справа налево, еще левой рукой потребовалось больше 10 лет, чтобы расшифровать все эти кодексы. Знаменитое зеркальное письмо Леонардо хранило множество кодов его таланта. После того, как загадочные послания будущим поколениям все-таки расшифровали, за дело взялись итальянские плотники. Вооружившись знаниями пятивековой давности, они воссоздали 65 самых интересных моделей инженерной мысли да Винчи. Уже тогда опережающих свое время. Одной из первых мыслей о вертолете. 500 лет назад именно да Винчи посетила первая мысль о создании вертолета, парашюта, велосипеда и даже водолазного костюма. Экспонаты показывают, о чем думал великий мастер, как и для чего создавал свои творения. Не зря Леонардо посылал свои мысли в будущее. В результате прогрессивное изобретение современного французского инженера помогло приоткрыть завесу тайны самого знаменитого полотна Леонардо. Лувр обратился ко мне с просьбой использовать мое изобретение, которое откроет новые возможности. И мне позволили целую ночь работать с Джокондой. Моя жена, конечно, немного ревновала. Еще бы, ведь образ флорентийской красавицы уже на протяжении пяти столетий дает пищу для новых и новых загадок. А вот разгадок гораздо меньше. Благодаря Паскалю Коте теперь и Казань близка к познанию еще 25 тайн Монны Лизы. Инфракрасный высокоточный снимок французского мастера смог показать, как слой за слоем мастер эпохи Возрождения создавал свою картину. На выставке Джоконде уделен отдельный зал. Знаменитая Джоконда на выставке, конечно, не оригинал, но копия сделана один в один с шедевра великого да Винчи. Она позволяет не просто в деталях рассмотреть образ, но и заглянуть на обратную сторону картины, которая уже несколько веков хранит свои секреты. Вот ленточка, которая была здесь приклеена, и бабочки, которые были приклеены позднее. Оказалось, что таким образом пытались вылечить появившуюся со временем на картине трещину. Очень аккуратно и эстетично. Заплатки в виде бантиков. Забавная надпись, что картину необходимо повесить в кабинете директора. Кто требовал этого, неизвестно, зато найден след королевской печати. Ей запечатлен момент жизни картины, когда Джоконда была украшением музея Наполеона. А чтобы выставка приобрела тот самый вид и дух, готовить ее начали за два месяца. Сто квадратных метров галереи современного искусства полностью переоборудовали. На данный момент очень популярно, как мы назовем, эдутеймент, то есть эдюкейшн и энтертеймент, образование через развлечение. В пятницу выставка распахнула свои двери для взрослых и юных исследователей. Ведь экспонаты здесь можно трогать руками, увидеть макеты, исполненные в натуральную величину. Познакомиться с выдающимися полотнами Леонардо можно будет до конца этого года. Здесь, наверное, представлены работы, которые шире и больше, которые порождают в людях самую-самую такую яркую эмоцию. Это любопытство, это интерес, это желание потрогать, пощупать и понять, как это устроено. Когда выставка уедет в Петербург, обновленные залы смогут принять и другие экспозиции. Хотя возможно, что Гранд Экзибишн привезет сюда и другие своих обучающих развлекательных проектов. Площадка нам очень нравится. Надо понять, опять-таки, вот сейчас гений да Винчи покажет, насколько есть потребность в таких выставках именно жителям и гостям Казани. Поэтому, если это будет, мы очень нацелены на долгосрочное сотрудничество. Для удобства казанцев выставка будет работать каждый день до 9 вечера. Окунуться в мир загадок и изобретений великого Леонардо да Винчи. Гений, которого уже 500 лет не перестает удивлять и вдохновлять современников. Екатерина Белова, Александр Лобанов. Столица. Итоги недели. Кажется, к нам в столицу наконец-то пришло бабье лето. Выйдет.